МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темпы вакцинации против коронавируса на Ставрополье растут. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на заседании Краевого координационного совета по борьбе с инфекцией. Оно прошло в режиме видеоконференц-связи. Глава региона отметил впервые с начала прививочной кампании. В крае за сотки процедуру прошли около 15 тысяч человек. Запасы вакцины на Ставрополье пополняются. В ближайшее время ожидается поступление очередной партии в 54 тысячи доз. В дальнейшем планируется увеличение объемов поставок до 100 тысяч доз в неделю. У нас на сегодня 43 тысячи доз остаток вакцины первого компонента. И более 130 тысяч доз остаток вакцины второго компонента. Поэтому вопросы, что у нас кончилась вакцина, мы не хотим прививать, мы не хотим до 9 работать, не принимаются. Мы прививаем всех, а у нас есть круглосуточные места. И мы обеспечиваем всех, кто сегодня хочет привиться российской вакциной. На заседании также обсудили работу санаторно-курортного комплекса Края. С начала этого года в Ставрополе посетили более 435 тысяч туристов. Прием отдыхающих Края осуществляет 120 санаториев, где продолжается вакцинация сотрудника. От коронавируса уже привились около 5 тысяч человек. Еще 4,5 тысячи сделают это в ближайшее время. Губернатор подчеркнул, с учетом текущей ситуации нет необходимости вводить дополнительные требования к отдыхающим. То есть вопрос о предъявлении в санаториях сертификатов о вакцинации и результатах ПЦР-тестов сейчас не рассматривается. В Тугулуке построили новый фитнес-зал. Такого спорт-объекта в селе никогда не было. Зато людей, о нем мечтавших, всегда хватало. Реализовать идею в жизнь получилось с помощью губернаторской программы поддержки местных инициатив. Селяне проявили активность, включились в голосование и организовали сбор денег. Отметим, что всего в этом году в округе реализуют 8 проектов благоустройства. В Кочубеевском округе продолжается капремонт поликлиники райбольницы. Как сообщает Управление по информполитике правительства Ставрополья, на объекте заменили кровлю, окна, провели новые коммуникации и уже занимаются отделкой помещений. Работы ведутся в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В Апанасенковском округе продолжается ремонт межпоселкового водопровода. Работы проходят на участке протяженностью 2,5 километра, отмечает Управление по информполитике правительства региона. Специалисты уже заменили более 800 метров труб. Вместо старых асбестоцементных там уложили новые полиэтиленовые. Проект поможет обеспечить качественной водой жителей Динова, Апанасенковского, Возвеженского и Вознесенского. Капитальное обновление водовода в округе проходит по решению губернатора Владимира Владимирова. Редактор субтитров А.Семкин